Меня зовут Татьяна, и я пришла, чтобы прочесть тебе сказку. Я сейчас немножко расскажу о том месте, где мы находимся. Это удивительное место. Это художественная галерея под названием «Сокровище России». Находится она под храмом Христа Спасителя на Волхонке 15. Ты наверняка слышал о таком храме, самый главный православный храм Москвы и вообще России. Так вот, здесь находятся удивительные поистине сокровища художественные. На стенах здесь висят картины старых мастеров русских, и в некоторых залах представлены иконы. Я надеюсь, что когда-нибудь ты сюда сможешь попасть и посмотреть все самостоятельно. Я не знаю, любишь ли ты рисовать. Я в детстве очень любила рисовать и даже мечтала когда-то стать художником. Но стала актрисой. И вот так получается, что иногда меня приглашают в подобные места с какими-то программами. Мы здесь играем спектакли или какие-то организовываем выступления. Буду рада тебя видеть. Немножко расскажу о сказке, которую я сегодня буду читать. Это сказка финского писателя Тапеллиуса. Сказка называется «Солнечный луч в ноябре». Вот эта книжка, которая у меня в руках, когда-то в моем детстве у меня была точно такая же книга. Я ее просто обожала. Она была вся истрепанная, потому что я ее читала ежедневно, а потом ее также ежедневно читала моя сестра. К сожалению, это не моя книга, это книга моей подруги. Она почти моя ровесница и тоже очень любила эту книжку, но ей удалось ее сохранить. Вот по этой книге я буду тебе читать сказку. Начнем? Солнечный луч в ноябре. Муравьи работали без отдыха и срока. Стоял ноябрь, а делу не было видно и конца. Прежде всего надо было наглухо законопатить все щели и щелочки, чтобы никакой мороз и ветер не пробрался в муравьиное жилище. Потом нужно было обойти все кладовые и проверить, достаточно ли там запасов, чтобы прожить пять или шесть месяцев заточений. Потом хорошенько укрепить все входы и выходы на случай вражеского нападения. Потом расчистить все муравьиные дорожки, чтобы на них не осталось ни одного сухого листка, ни одной иголки. И, наконец, надо было залезть на самое высокое дерево и оттуда наблюдать за всем, что делается на свете. А главное – следить за облаками, чтобы не пропустить приближение зимы. Но не одни, только муравьи готовились к встрече зимы. Этим были заняты все жуки, пауки, букашки, козявки, а их на свете 94 квинтиллиона, 18 квадриллионов, 400 триллионов, 520 миллиардов, 580 миллионов, 954 тысячи 369. Попробуй-ка, напиши это число. Мне сказали, что их ровно столько, но я не поручусь, что это все правильно. Может быть, их всего только 94 квинтиллиона, 18 квадриллионов, 400 триллионов, 520 миллиардов, 880 миллионов, 954 тысячи 368. Земля уже покрылась инеем. Семь миллионов застывших капель, семь миллионов жемчужин было рассыпано по земле, и никто их не поднимал. Увядшие стебельки трав и деревья оделись в темные печальные платья, и только сосны и ели оставались в своих зеленых шубах, которые они никогда не снимали. Ветры, резвые сыновья воздуха, сметали с облаков белые пушистые хлопья, чтобы укрыть землю. Замерзающие волны напевали у берегов свою грустную песню, пока, наконец, сами не заснули под твердым ледяным покровом. Всюду было холодно, пасмурно, печально. И вдруг в это ненастное время блеснул солнечный луч. Он пробился сквозь темную снеговую тучу, заблестел на жемчужинах инея, осветил увядшую траву, помертвевшие деревья, мрачные сосны, взглянув на трудолюбивых муравьев, на все девяносто четыре квинтильона букашек, жуков, пауков, сколько их точности я уже позабыл, и в одно мгновение все кругом изменилось. «Что это?» – с удивлением сказал Филин и зажмурил глаза. Он сидел на высокой сосне и пел басом. «Осень пришла! Я слышу свист бури!» Голос у него был хриплый, скрипучий, но теперь, когда все певчие птицы улетели, и он мог сойти из-за певца. «Это же ни на что не похоже!» – снова сказал Филин. «Я даже начинаю фальшивить. Солнце совсем ослепило меня, и я не вижу, что написано в нотах». Муравьи тоже были недовольны. «Это никуда не годится!» – говорили они с возмущением. Они с большим трудом только что кончили нанизывать жемчужный иней на стебельки трав. А тут вдруг совершенно не кстати блеснул солнечный луч, и все жемчужины начали таять. «Нет, это правда никуда не годится!» – ворчали муравьи. «Убирали, убирали!» «И вот опять всюду слякать и грязь!» Но пока они ворчали, солнечный луч уже побежал дальше. Он скользил по черной голой земле и вдруг наткнулся на засохший осиновый листок. Сюда, под этот листок, забился полевой кузнечик. Целое лето он трещал и прыгал, нисколько не заботясь о том, что с ним будет зимой. И вот теперь лежал полумертвый от голода и холода. «Наверное, зима уже кончилась, и вернулось лето!» – подумал кузнечик, пригретый солнечным лучом. И ему стало так весело, что он снова затрещал, застрекотал и стал выкидывать такие коленца, что увядший осиновый листок, и тот запрыгал вместе с ним. А добрый солнечный луч как будто летел на трепещущих крыльях все дальше и дальше. Вот он скользнул по замерзшему пруду, засверкал на ледяной глади, здесь уже толпились школьники. Все они смеялись и кричали. Мальчишки вычерчивали только что наточенными коньками затейливые узоры на льду, а девочки стояли у берега и осторожно то одной ногой, то другой пробовали лед. «Не нужно ли кого-нибудь согреть?» – спросил солнечный луч. «Нет, нет!» – закричали ребята. «Нам и так жарко!» «Только, пожалуйста, лед не растопи! На коньках кататься так весело!» «Ну, если вам и без меня хорошо, я побегу дальше», – сказал солнечный луч. Около поникшей печальной березы он снова остановился. «О чем ты горюешь?» – спросил солнечный луч. «Может быть, я могу тебя чем-то утешить?» «Нет!» – отвечала береза. «Меня не надо утешать, ведь я знаю, что когда приедет весна, я снова зазеленею и стану еще лучше и красивее прежнего». И солнечный луч опять побежал дальше. Вот он взглянул в окно маленького домика и увидел девочку, которая стояла около цветочного горшка и горько плакала. «Не могу ли я чем-то помочь тебе?» – спросил солнечный луч. «Да-да, как раз ты-то мне и нужен!» – обрадовалась девочка. «Я посадила весной миртовый отросточек, все время он так хорошо рос в горшочке, а вот теперь совсем завял». «Ну, этому горе легко помочь», – сказал солнечный луч. И он засветил так приветливо и тепло, что миртовый росток сразу ожил, и у девочки высохли на глазах слезы. «До свидания! Весной я вернусь опять!» – сказал на прощание солнечный луч и побежал дальше. Ему пора было возвращаться домой. Но все-таки он не утерпел и заглянул еще в одно окошко. На этот раз он попал в большую комнату, где все было перевернуто вверх дном, ящики из комода выдвинуты и вещи разбросаны. По комнате суетилась старушка и в десятый раз перекладывала все с места на место. Старушка искала связку ключей. Только что они лежали вот здесь, на столе, а теперь точно сквозь землю провалились. «Вот они!» – весело воскликнул солнечный луч и уткнулся в связку ключей, словно показывая на них пальцем. «А-а-а! Да вот они!» – обрадовалась старушка. «Хорошо, когда солнечный луч проглядывает. Все сразу идет на лад». А солнечный луч уже исчез в окне. Он вдоволь набегался в этот день, и теперь ему надо было спешить. Тяжелые черные тучи уже затянули все небо, и только в одном месте оставалась щелочка, через которую солнечный луч мог проскользнуть. Хорошо, что он был такой быстрый. В один миг он очутился за 14 миллионов миль у самого Солнца. И вернулся он как раз вовремя. Тучи плотно сошлись, и темная завеса опустилась над землей. Но солнечный луч не унывал. Он знал, что это не навсегда. Поэтому он уселся на самый край Солнца и ждал только удобного случая, чтобы снова соскользнуть вниз. И каждый раз, когда он вспоминал свое путешествие на Землю в пасмурный ноябрьский день, он начинал сиять так, как будто уже наступило утро. И в этом нет ничего удивительного. Если тебе удалось хоть немного утешить или развеселить кого-нибудь, ты можешь считать, что сделал по-настоящему хорошее дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова